Всем привет, друзья! В сегодняшнем выпуске будет Jaggernaut от керри игрока, бывшего керри игрока команды PSG LGD. Сейчас он играет немножко в другом китайском коллективе. Это Амы. Реально очень сильный и очень интересный персонаж. Вот. И перед тем, как начать ролик, я бы хотел, наверное, две вещи обозначить. Во-первых, с Серегой сегодня не будет, потому что он немножко привалел. Вот. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. И вторая новость. У нас в телеге происходит ежедневный розыгрыш. Сегодня будет разыграно аж три Морталки, потому что вчера мы забыли. Ну вот, поэтому сегодня подписывайтесь и участвуйте в ежедневном розыгрыше. Ну и перейдем к игре. Jaggernaut весьма ситуативный персонаж. Его можно в некоторых играх открывать прямо на ФП, если у вас есть какая-то в целом командная задумка. Но, как по мне, этот герой плохо себя чувствует, допустим, играя против героев, которые сбивают ему телепорт сквозь крутилку. Я постоянно об этом говорю. И вот, прям, начиная со старта, такая вот мини-ошибка. Он вроде как видел Arrow, но решил крутилку не нажимать. Возможно, потому что хотел угрызнуться. И вот из-за такого банального мува ты поймал Arrow, ты теряешь абсолютно все ресурсы. И вот сейчас, скорее всего, нужно идти на базу, потому что ресов абсолютно нет. Он прочекал, есть ли фласка. Я не увидел. Сейчас посмотрим. Да, есть фласка. Вот, соответственно, просто потраченная фласка, потому что он поймал стрелу в лицо. Так вот, интересный лейнап Jaggernaut против Bristleback. Один герой очень плотный, другой герой много магического урона имеет. И, в принципе, можно и тому, и тому эту линию выиграть. Стартовый закуп. Три тангусика таких казуальненьких. Плюс стик. Вот, доносит себе грейженный стик. И вот видно, что на высоком уровне игры ему просто не дают воздуха. Прямо с первого же минута сильно его начинают прогревать. Кстати, тычку нужно было саппорту дать, но... Как-то так получилось, что Jagger не успел за вас хитить. В каких случаях вообще стоит пикать этого героя? Ну, во-первых, персонажа нужно чувствовать, и желательно его наобум все-таки не драфтить. Допустим, против вас Bane, Magnus, Pudge, да, такое часто тоже бывает. Вот, не пикайте этого героя, потому что играть станет гораздо сложнее. Аналогично и с Лейвстилером. У вас стройная БКБшка на Гуле и на Джаггернауте. И вы будете хотеть фармить всю мапу, ну, реально агрессивно играть, потом нажимать просто рейдж или крутилку и тап-аут, и у вас это получаться не будет. Вот, соответственно, желательно, чтобы контроля сквозь БКБ не было. Ну, если мог на самом деле сейчас покрутиться, но... Заметьте, Бристал БКБ это тот самый герой, который будет убегать от вашей крутилки. И при этом параллельно еще будет вам дамажить своими колючками. Ну, и это неприятно. Ну, у Джаггера на этой линии хотя бы мана кончаться не будет. Ну, вот, и почему-то ставить Хилингвард, который Мирану так и просто будет забирать. Какие герои с Джаггернаутом на линии прям нереально хороши? Дезераптер, в принципе, один из таких. Прогревает, есть мини-контроль, да, в виде его загона Кинедик Филда. Но из лучших, прям, если вы собрались там в пассе играть, либо ваш саппорт спросил, а кого тебе пикнуть? Вы посоветуете ему пикнуть либо Лича, либо Гримстрока. Очень круто стакаются эти два героя с Джаггером. Как? Давайте поговорим об этом. Лич вешает щит, замедление, плюс у него еще первая кнопка есть. Аграм от Лич, возможно, оставил скиллпоинт и вкачает еще третий. Вот, то есть, чтобы сбить телепорт героя, который будет нажимать тэп-аут от Джаггернаута. Вот, в принципе, тот же принцип работы с Гримстроком. Грим вешает Инксвелл, то есть третий спелл, и вы под этим щитом просто набегаете. Ну и плюс замедление еще работает. Все эти два саппорта с двумя опциями, как минимум, очень круто стакаются с Джаггером, у которого магического дэмэджа прям предостаточно. Они супер быстро сокращают дистанцию между Джаггером и, соответственно, его целью. Вот, и как результат, Джаггернаут выигрывает свою линию. Хочется на Джаггере выигрывать лайн. Пока что у него все, в принципе, неплохо. Если вот в данном случае ему понадобили стики, если вам стики не нужны, то вы, скорее всего, делаете больше приоритет на Врэйсбэнд. Один Врэйсбэнд для Джаггернаута, это, в принципе, неплохо. Почему на некоторых героях, допустим, не покупается на Агильщиках? Да, в милишных Агильщиках не покупаются Врэйсбэнды. Потому что в некоторых случаях вам нужно как можно быстрее в БФ пойти, как, допустим, на Фантомке. На курочку подрезал Амирана. Вот, и в других случаях, допустим, какая-то рукавица будет просто профитнее, потому что вы мана на некоторых кире-героях не тратите. Вот, Джаггернаута Бэнд даст ему и силу, чтобы на линии стоять чуть-чуть лучше. Немножко интеллекта для Монопула. Вот, ну и просто размениваться. Плюс Бэнд это армор против Бристалбэка. Просто необходим. Вот, поэтому если не стики, то Врэйсбэнд. По поводу, кстати, героев. Ох, тут айру такое. По касательной просто полетело. Мне кажется, дезератор немножко не туда идет, но в итоге просто тэп аут. Хорошо. Бристалбэк вкачал первый спелл. Сопли под ними очень сложно драться, поэтому проще сделать тэп аут, нежели фидить. Вот, если вы, допустим, на Джаггернауте стоите линию посредственно, то есть вы понимаете, что продавить врагов вам сложно, старайтесь как можно чаще просить саппорта, чтобы он пулил. Ну, если есть возможность, сами пульте. Почему нет? Вот, поэтому чем больше пулит дезераптор, тем больше получаете опыта вы, тем меньше получают опыта враги. Вот, и, соответственно, с пятым уровнем Джаггернаут уже может спокойно уйти в лесочек, если у вас какие-то проблемы на лайне. Конечно, в лес уходить, ну, не все герои могут, но Джаггер один из таких. Подстахали сами себе с подкрутилкой на пятом левеле уже, забираете, качаетесь, хилингвард, юзаете. Герои, которые хороши против Джаггернаута. Ну, во-первых, герои, у которых просто много хп, которых вы на линии не пробиваете. Моментальный контроль очень неприятен для Джаггернаута. Если, допустим, вы видите стрелу, которая летит в вас, вы можете среагировать, там, нажать крутилку, параллельно еще побежать на врага, забрать его. То, допустим, против Рубика будет немножко неприятно играть по игре. Ну, во-первых, он ворует все ваши обилки, все ваши обилки прям вкусные для Рубика. А, во-вторых, он моментально вас поднимает, вы можете не успеть среагировать, а под Рубика продлить проще простого, там, условным Марсом. Решил он, кстати, тут не раскручиваться. Мне вот не обратил внимание, Мираном показывалось на карте. Он хочет, скорее всего, пятый уровень допать. И вот тогда уже пойти продавить Бристалбека. Да, он пиликает на него, как раз-таки. Дизратор сейчас должен выходить. Уже можно крутиться, хорошо. В идеале, конечно, ему нужно было выходить чуть-чуть раньше, вот так как он вышел в лицо Бристалбека. Уф. Тогда он потерял бы чуть меньше хп. Ну, нормально, фласочка имеется. Вот это очень важный килл. И вот, немножко мне непонятно, а что было бы, если бы Мирана Бен, допустим, была бы в топе. Мне кажется, они, возможно, даже убили бы Джаггернаута. Да-да, они, скорее всего, убили бы, и, может быть, даже Бристалбек пожил бы. Но Мирана сейчас показалась в миде, и Джаггер ее до этого не видел. Агрессируйте, но агрессируйте в меру. Допустим, когда можно агрессировать? Когда вы пробили вражеского саппорта, и у Флэнера остался в соло. Либо вы убили вражеского саппорта, можно продавить Бристалбека. Или еще один случай, когда Мирана пошла контролить баунсируны. У вас есть, как минимум, макно там в 7 секунд, чтобы пойти и напасть на этого Бристалбека. И нахлобучить его. Вот, следующий айтем. Он, как видим, не покупает себе в рейсбенд. Не захотел на него тратиться. Все чаще и чаще я это вижу. В основном бенды... Бенды, ну, берут некоторые герои. Вот на ТБ покупается в рейсбенд, и без них никак. Так, два, порой три штуки, если барбаны не берутся. Ладно, бог с этими рейсбендами. Раскачка дефолтная. Вот, сомнительно, по поводу ботинка. ПТ слишком хороша, айтенли Джаггера, естественно. Ты обузишь ПТ-шку, там, крутилку, нажимаешь хилингвард, экономишь ману. Плюс от акспида очень много под ультимейт. Но учитывая то, что он собрал, во-первых, мом, хочет собрать мом. Он, кстати, мог пойти и на Бристалбека. Они могли его убить, потому что лесных крипов не было, а Линьон на Джаггере пропушил. То есть они могли сейчас его очень сильно продавить. Но он бы нажал тэп-аут, потому что дезератор уже потратил глимс. То есть нужно это сделать так, чтобы Джаггернаут изначально напал на Бристалбека. Вот. И только потом нажимать глимс, если вам потребуется. По поводу ПТ, почему фейзы были бы лучше? Уф, что-то как-то... Что-то как-то так. Кру, еще одну порез. Мы еще раз подрезали. Фейзы дают вам, во-первых, бонусный урон. Что приятно, конечно же. МС против Бристалбека, да и для Джаггернаута, в принципе, мувспид это очень хорошо. И еще один момент, вы когда мом нажимаете, вам, ну, как бы, часть эрмора срезает мом, да? Все это, я думаю, понимают. Вот, соответственно, фейзы как бы компенсируют. Плюс в этой игре, посмотрите, ну, есть вайпер, да, но Рики Бристалбек под импауэром, это чисто физ-герои, которые будут вас лупатить очень сильно. Грамотно быстро выбежать, помогают файзики. Поэтому, если бы я делал бы билд через мом, я бы купил бы фейзы. Это знаете, вот как Мидван в свое время показал, играя на свене, то, что он играет не через Мидас, он берет себе фейзы, а потом мом. То есть у него есть и армор на этом герое, вот, и скорость передвижения очень большая, и атак спид крайне хорошая замолочка. Вот, аптую, как говорится, можете покупать и ПТ. Вообще, керри-герой на этой стадии уже должен был быть сильно продавлен, но почему-то Мирана слишком часто смещается на другие линии, в итоге Джаггернаут может спокойно вот тут просто качаться. Не в каждой игре вам так дадут фармить, скорее всего, вражеский мидер будет приходить, допустим, войдет спирт или квопа у врагов. Вы стоите, качаетесь, и по итогу оффлейнер, саппорт и мидер будут вас прессинговать. Вот, и чтобы этого не произошло, вы должны смещаться либо на бот, либо глубже в лес. Глубже в лес имеется в виду там прям глубоко. На треугольник Джаггернаут так рано пойти не может, бить аншентов. Вот, поэтому просто сильные споты возле Т1 и Т2 вышки на миде. Их нужно фармить. Ну, пока... Он, видимо, понимает еще то, что продавить его сложно. То есть, в случае чего, вот Джаггернаут, наверное, один из тех героев, который может до Талава стоять линию, пока там, допустим, у Магнуса нет шестого. Потом на него выходит, ну, просто жмет крутилку ТП-аут и улетает отсюда. Но это все сугубо по этой игре. Он увидел бы из столбека, что бы я сделал бы на его месте? Я бы прорубил бы ветку, она там прорублена, я побежал бы за баунтирунами прямо сейчас. Поэтому, как по мне, с одной стороны, он не потеряет хп, но с другой стороны, он мог бы дать денег себе и команде. По 60 золота на пятерых это 300 голды. При этом 300 голды вы еще забираете у врагов, что тоже очень хорошо. Хорошо, спот оставили, приятненько. У Копы все очень печально, у нее седьмой уровень, я так понимаю, это мизер-копа. Да, это мизер-копа, но... Оно убивало саппортов, при этом проигрывало мид вайперу. Вообще, вайпер всегда считался контур-пиком. Вот, Джаггер тоже смотрит в мид и недоумевает, почему полтора левела разница. Есть урон по вайперу, Джаггер параллельно мониторит. Вообще, в такие моменты не брезгуете на керри делать телепорт. Вот, допустим, вы Воид, вы Свен, вы Джекернаут. Вот, у вас есть все кнопки. Почему вы просто не взяли сделать телепорт? Если, допустим, в миде стычка. Вот, Джаггер нам показывали красивую доту, и они на пятой минуте-тире на десятой минуте, они просто в пятером, вот, в буквальном смысле, в пятером стакались в миде и начинали пушить вышку. Ну, и драться, соответственно. Если понимали, что их пик позволяет, и их пик сильнее. Есть молчек, начинает кликать. Аэро полетел, он ее увидел. Ну, кстати, что вышку заберут, это хорошо. Миран, кстати, не может перепрыгивать за борт дезераптора на липе. Хороший глимс. Вот тоже на таких мелочах, в принципе, и строится дота. То, что дезераптор на линии, он неплох. Еще раз, круто, потрясаю. Тоже третий. Хорошо. Нормально. Один момент, который хочется отметить, вот вы ультуете, да, по какому-то таргету. После этого обязательно нажимайте атаку на него, чтобы после приземления с ульты, вы тут же дали ему там тычку или две тычки. А иначе, ну, типа, герой просто выйдет, вам не хватит немножко урона. Есть лимфард, есть глимс. Под Момчиком начинает наговорить. Мом очень много дает статов такому герою, как Джиггернаут. Кручивочку нажал. Но убить никак не могли Джиггернаута, потому что два героя были в таверне. Глимс здесь завтра, если откатился, он может сейчас глимсунуть просто Бристолбека. И есть папа из Бристол. Ну, нет, тут даже нет смысла сейчас, наверное, быть, потому что там уже потихонечку рясается вайпер, и Бристолбека продавить сложно. Поэтому снова уходим в лесочек, фармим. Вот на этой стадии я бы на Джиггернауте прямо сейчас побежал бы на треугольник. Почему? Потому что 36 секунда, но он был бы примерно там на 40. И за 15 секунд, по-моему, он, скорее всего, успел бы либо полностью профармить эншентов, либо профармить их частично и стакнуть себе. То есть добить их потом. Он может фармить эншентов только потому, что у него есть Пурманшилд и есть Мом. То есть лайфстил, и он не проседает. Обязательно нужно делать стаки, как это делает он. Желешко, кстати, ему упало, тоже приятно. Два лучших айтема для Керри Героя, такого как Джиггернаут. Вот это Курманшилд, который дает атакс пид и, соответственно, плотность небольшую, чтобы эншентов фармить. И талон, опять же, тоже нацелен на эншентов. Поэтому нужно уходить и фармить. Но он решил топ-вышку подъехать. В принципе, тоже неплохое решение. Его затем никто не осудит, потому что сейвить тавер. Сейвить т1 тавер аж 13 минут, это очень хорошо. Прям супер здорово. Кстати, на нетворс надо бы переключиться. Я чуть-чуть немножко повтыкал с непривычкой, бывает. Ну и продолжает встать. Что бы я сделал на месте врагов, чтобы Джиггернаут отсюда выкурить? Я бы просто нажал бы смок вместе с Магнусом, вместе с Рикки. Ну, Рикки не обязательно смаковать. Он в виде бегает. Я бы пришел бы сюда и просто бахнул бы РП в Джиггернаута. Вот вайпер мог бы его замедлить ультой, даже сквозь крутилку. И убили бы 100-100. Но он продолжает стоять в топе. Ультимейт в зобу, кстати, ультимейт вкачал мышечкой. Великое то, что, ребят, приходите. У меня есть кнопки. Сперва куру подрезать. Нормально. Там же Next Creep Wave выходит, он ультовать просто не может в него. Вот, Дизраптор. Не ультой только. Там гриппы. Ага. На самом деле Глимс такой. Хотя, нормально, нормально. Брестлбеку нельзя отходить от крипов. Возможно, нужно даже крипов убить. Ну, по-моему, даже... Ой. Выжжение, да. Печально. Не нужно было, наверное, так сильно упарываться в убийство крипов. Двух убил, нужно было побежать за Брестлбеком, просто давать вижен. Ну, получилось как получилось. МКБ следующим айтамам тоже интересное решение. Вот о чем я говорю. Это что, игрок, он привносит в дата тоже такое, что это свое. Чем-то билд напоминает билд на Войда. Баковойт покупает БКБшку еще. А вот Джиггернаута БКБшка и не нужна вовсе. Вообще, на самом деле, в некоторых играх она тоже нужна. Наверное, сейчас не скажу, какая игра должна быть, чтобы Джиггер купил себе БКБ. Но, чтобы вы полноценно могли бить, у некоторых игрок БКБ тоже нужно рейсить. По-прежнему не уходит на эндшитов, но он очень много получает в топе. Вот, поэтому... Такой необходимости даже и нет. Квапу забрали, 3000 преимуществом врагов. Возможно, ему стоило на Джиггере в прошлый раз, да и сейчас тоже сперва крутилку просто нажать. И крипы бы умирали параллельно. Да, вот, смотрите, он убивает крипов, тут даже, кстати, ультимейты не понадобится много. Дэмэджа влетает. Хорошо. Хеллингвард, который был заранее поставлен под своей лошади зарастера. Просто АФК кач пока что. Талант на 10 уровне 5 ко всем атрибутам всегда берется абсолютно талант. МС. Мы уже обсуждали миллион раз, почему МС хуже. Кто-то аргументировал, что а вот МС в лайтухе хорошо, когда, типа... Злоты уже полные, хочется злоты на урон. Но атрибуты на стартовый разгон это 100 хп, это 5 атак спида, немножко армора. В общем-то слишком приятно. Если вы играете, кстати, на джиггернауте без момчика и без молнии, то есть без такого классического айтема на разгон, вы можете фармить спокойной крутилкой. Если две пачки грипов идет, что бы нет. Но на такой стадии уже у него руки дэмэджа дохренища. Наконец-то сместился в бот. Кстати, на центре рики, да? Успел нажать крутилку. Ну, кстати, зря он разворачивается. Он видит вайпера в миде, но он не видел Магнуса Амирана. Хотя его команда там в смоке подбегала. Может, из-за этого. Ну, вот о чем и говорилось, что Магнус вроде как должен был быть готов. Что? Тут не было Мираны. Если бы это был бы сало джиггернаут, то он был бомбард. Дамаж просто нереальный. Джиггернаут бьет больно. У него и так почти 200 урона от руки. Плюс проки от МКБ, плюс атакс пид от Момо. Плюс 3Т. Скирой может реально испопелить любого персонажа. Сейчас на карте, мне кажется, Брис Лбек не переживет. Несмотря на спинку. Спасибо. Ну и потихонечку заходит все глубже и глубже. Вот сейчас, если вы планируете играть в нижней части карты, обязательно нужно поставить Вижен. Но не всегда стоит играть вот именно в нижней части карты, как это делает джиггернаут под Т2 Тавер. Потому что у врагов может быть опция забрать Рошана. Вот вы играете в боте, они играют в топе, да? Соответственно, прессингуют тоже Т2, но наверху. Вам нужно мониторить Рошана обязательно. Потому что Брис Лбек крики под Эм Пауэром очень быстро заберут. Кстати, ждет ТП от Вайпера. Для такши нужно мыть по Вайперу там онлайн. Ультанул там вроде доставим браслетию Вайпера Ю. Интересно. Но, кстати, должен он подрубить. К противоку не нажал. А возможно даже к лучшему. Там параллельный клик в одном контроле. Не добили Вайпера на... Добили. Лоха Бан оставался. Ну, кстати, он возможно умрят сейчас. Кемат Пауэль. Надо выходить. Так, крутилочка под доджил. Бойцы идти на Бристалл Бэка. На нем 5 стаков было. Вот, колючек. Вот, сейчас на иншей нужно бежать. Прямо сейчас, прям сейчас беги. Ну, зачем? Ну, стак на себе иншентов. Вроде как мелочь. Вроде как на 150 голды больше. На 200 даже. А, тут уже есть стаки. Возможно, поэтому он не приходил на иншитов и не фармил. Потому что сказали тимаэли, то что я стакну. Потом придешь, закачаешь. Ну, вообще без проблем каких-то фарм. На 19-й минуте проблем вообще не возникает. По альтернативным билдам. Много раз уже говорили. То, что, в принципе, на джаггер-науте можно играть душой. Собирать абсолютно ситуативные шмотки. Все чаще вижу Battle Fury на джаггере. Battle Fury, там, МКБ, Манта. Но, БФ должен появиться тогда, когда он действительно нужен. Допустим, там, против ПЛа. Против ПЛа можно купить Battle Fury. И то, молнии многие рейтят гораздо больше. Потому что, купив БФ, вам нужно еще фармить с ним. С молниями, в принципе, они дешевле. Не грыжные молнии. Агрыжные стоят, ну, подороже, но гораздо более импактные моменты покупки, чем БФ. Потому что с БФ вам нужно, как минимум, еще одну-две шмотки купить, чтобы этот БФ действительно работал против Иллюзии. Вот, весьма интересное решение, блин, купить. Не знаю, чем оно обусловлено, честно говоря. Возможно, блинкаут против РП. Сидина хастей и хаста служили. Противочка, хорошо. Кстати, очень агрессивно остается. А что если... Что если вайпер был готов сейчас развернуться и накидывать? Камера, она не может липнуться. Она может в теории попытаться липнуться, но она не липнется. Не прыгнет. Открытие было на 350. Хорошо. Прыжок употмыть через загон не работает. Ну, джагинал-то очень много нетворса. Квапа пока что проседает. Вообще, квапа в этой игре мне не нравится. Рики, который тебя легко ловит, убивает. Вайпер, контрпик. Бристалбек нереально плотный. Ну, пикнул и пикнул. Может, джаггер в лоспик оставлял, кто знает. Блин, кстати, какая там за 2000. Он вам, конечно, дает мобильность, дает возможность инициировать. Возможно. Ну, невозможно, а точно ускоряет ваш фарм. Вы банально прыгаете там по линиям. Один раз не умрете, больше золота получите на другой части карты. В общем-то, айтем неплохой. Но его в этой игре он может себе позволить, потому что у него реально много айтемов. Если бы у Рики был бы такой же нетворс, то этот блинк смотрелся бы как-то очень натянута. Хотя Рики фармит под Магнусом. Вот, и поэтому враги и не отстают по фарму вообще. Бристалл Бэк и Рики и Вайп переключаются на ура. Башер следующий майтем. Нормальное решение, но я бы, честно говоря, хотел бы видеть какой-то сейв айтем. Может быть, блинк для него сейв айтем. Но сейв айтем имеется в виду шмотка на плотность. Либо это Аманта, которая в этой игре, допустим, если в вас Рики прыгнет, нажмет диффуз, нажмет тучку, вы будете сильно замедлены в тучке стоять, ничего не делать. Вот, Аманта банально скинет за медло от диффуза. Можно, допустим, поддоджить Эрроу, снять стаки Бристалл Бэка от первого спула, или задоджить кнопки Вайпера. Вот. Но больше мне нравится тут с Энжин Яша, потому что это статус резист, это еще больше хп. Много мокспида. Вот, Вайпер. Я бы взял бы не Башер сейчас, а Сио, прежде всего. Ну, он такой индивидуальный весьма игрок. Из нейтральных артефактов, в принципе, Джаггернаут, он хочет Аквил у себя, хочет яблоко на хп, хочет Вамбрейс. Коготь, в принципе, тоже ок. Ну, вот, предыдущая тема, которые я назвал, они выглядят солидно. Мне кажется, даже Эссенс Ринг лучше, просто, кто взял Эссенс Ринг. Клопа, наверное, да, Клопа взяла. Ну, окей. Типа этот крит на 30%, у него родные криты ее. Больше, я трогаю это очень часто. Просто стер. Бедный Рикки. Ну, есть блин, прям на Джаггера. Есть РПшка. Кого Глимсунули? Кого-то Глимсунули, я не обратил внимания. На зефайте, они, судя по всему, сейчас проиграют, если... Если он на Джаггерналке всего останется. Ну, Копа еще живет, слушайте, Копа под БКБшкой. Ну, такой, вроде как выигрышный файт, но они очень много всего потратили, враги сейчас могут на Рошана пойти. Они, получается, без кнопок Марса, без кнопок Мерески. У Дезераптора тоже с пылы КД. Я бы на их месте встал бы и пошел бы просто в Рошана. Джаггернал без ультимейта не такой уж и боевой герой. Да, есть пики, в которых вам позволят, конечно, идти рубить. Но не в этот раз. Вот, кстати, и тут сомнительное. По поводу 15 уровня, игроки берут, наверное, 60 на 40. Больше в пользу Блэйк Юрия Месси. Почему этот талант хороший? Допустим, вы скидываете с себя какие-то с пулы, убегаете, да? И, соответственно, вы убегаете на большом Месси от крутилки. Либо, наоборот, догоняете. Чтобы догнать героя, вы можете нажимать первый с пулы. Он взял себе 20 такспида. Это, на самом деле, очень мало. Тем более, Джаггернаут на этой стадии имеет, ну, 2 тычки в секунду. У него такспида. Не вижу. 370. Ну, типа, 370, либо... Под молом там вообще под 500. Эти 20 вообще роли не играют, как по мне. 8 Карморо. Хороший талант. Почти всегда тоже его берите, потому что... Джаггернаут не покупает себе Кирасу, не покупает себе, там, Плэйдмейл. Какой-то казуальненький. Ну, и просто уплотнится весьма хорошо. 8 игроняет намного. Левый талант актуален в Блэйдфюре, допустим, в игре, опять же, против того же Пл'чика. Можно, в принципе, взять, почему нет. Вот. Ну, и Аганим в следующем айте. Мне кажется, Аганим стал вообще переломным моментом в истории Джаггернаута. Реально, очень крутой ультимейт. Мне кажется, что его ульта, родная, хуже даже, чем Аганимная ульта. Почему? Потому что на... На Аганимной ульте, КД, 15 секунд, и она кастуется Стрэнджи 600. Сейчас включаемся немножко на файт. Ну, такая комбинация манс-мелеска. Просто бьется Бристалбек на онстопом в арену. Еще очень странно, что он тут в соло находился, где команда. Либо почему он сам пошел туда, кстати, башер есть. Я вот даже не обратил внимание. Баш даже, по-моему, не прокнула, но против скритов зародил. Башер, когда уходит. Окей. Идем на Рошаном. Вернемся к разговору об Аганиме. Об Аганиме. Это хорошие статы. Стоит недорого 4 тысячи. Это отличная вещь, чтобы инициировать с радиуса, там, 600 или 500. Нам так не покажешь, да? Ну, ладно, купит, посмотрим. Вот. Ну и плюс, моментально щелкаешь саппорта. Саппортом очень плохо. Это в этой игре. В принципе, плотный Магнус, Эмирана, которая, как правило, покупает себе Юлы Гресси. А если вы играете против Винчиевич, Доктора, то просто их выбиваете за одну кнопочку. Идраться становится гораздо проще. Вот, поэтому я считаю, что Аганимная ульта даже поприятнее. Ну, КД мы уже обсудили. Плюс Омни Слэш очень часто закрывается, допустим, Юлом, Гастом. Темпорой ты вывезаешь совсем неэффективно. Плюс распиличивается между героями. Есть линкфорт сразу под тиммейтов. Кстати, сейчас можно ультануть. Нужно потребовалось ультовать. Потому что Лопус был во-первых. Он не мог 2-й ультовать. Был слабый бы тоже скакал бы. Золотенька эру. Полетела. Вышку хотел забрать. На Аганим практически готов. Тайминги превосходнее. И вот пока что, я смотрю, я понимаю то, что команда Дайер выигрывает. Ну, во-первых, потому что у них контроля предостаточно. Контроля объективно больше. Невероятных станов, глимсов, замедлений. И, во-вторых, у них есть бьющий кор, который реально идет вперед и просто режет. Вот, Рики пока что не может. У Рики один из тысячных творц. А этого очень мало. По сравнению с Жаггернаутом, у которого 17 тысяч. Упс, сюда. А вот Орбовый Дестракшн мы возьмем. Орбовый Дестракшн это прям круто. Это и замедление. На 4 секунды, соответственно, это и Минус Риммор. Круто стакается. Возможно, в таких случаях, когда вам, допустим, прокает Орбовый Дестракшн, можно даже Дезоль покупать на такой минуте. Он просто с Ультимейтом сбил пол ХП, герой у которого, там, тысячи две ХП. Это Корр, это мизер. Которого он почти убил. Был бы какой-то стан лишний, он дал бы еще пару-тройку тычек, и Вайпера бы не стало. И все, Ультимейт новый откатился. Просто абсолютный кайф. Я пытался придумать какой-то билдочок на Жаггернауте, в котором, походу, вайт Вайпера стоит. Потому что он, ну, типа, не просто так, крипов не стал добивать. Нужно будет с абортом сказать, чтобы прочекали. Я вот думал, билдочок какой-нибудь, в котором Жаггернаут таганин покупает чуть ли не вторым айтемом. Ну, потому что спел реально сильно. Так вот, мы можем посмотреть. Дальности не написано. Ну, ладно. Спасибо, описание. Ну, короче, радиус тире 500-600. Чем хорош Мом, кстати, на Жаггернауте? Тем, что Мом, как таковое, собирается из чего? Из Квотерстафа и, соответственно, Морбит Маски. Ты можешь разобрать. Правой кнопкой мыши, там будет вкладочка разобрать. И потом из Морбит Маски купить себе Сатаник, либо просто голую Морбит Маску оставить. А из Квотерстафа уже гораздо больше опций открывается. Ну, во-первых, можно купить себе Баттерфляй, да? Классически хороша эта в лейте. Допустим, если герои не покупают МКБ. Можно выйти, допустим, в Саблю, которая дальше пойдет в Сильвер. То есть он уже может разобрать Момчик. У него с лутов как раз. Недостаточно. И купить себе Сильвер против Бристалбека, против Вайпера. Ну и просто мобильность. Там, двойная отмечка. Прикольно, да? Или вернемся назад. Опять же, Квотерстаф идет во Вливианстаф. И можно купить Симмерчит Блоттором. Если у врагов нет Лотус Орбов, а там он есть. Или вы хотите просто потестить. Можно вам такие вот махинации производить с артефактами. Это то же самое, что с Энджин Яшу разобрать в Мантуэле Барта. Если есть такая необходимость. На Бисел следующим айтемом. Тоже такой вроде как айтем и на плотность, и на инициацию. Можно прям очень долго героев держать в контроле. Если повезет, вы можете, допустим, прыгнуть в героя на блинке. Забашить его. Потом тут же ультануть. И сверху накинуть Абисел под конец вашего родного просто прока от баши. Хорошая Эрл залетела. Ну, просто стирается порт. Даже Мирану. Я не знаю, что нет он поэтому. Копьё немножко неудачное, но страх есть. У меня флбкл. Тыкаю. Что он такой плотный. Чуть тьму, это еще не отклеились вместе с Джаггером. Но благо есть Хилингвард. Джаггер, конечно, за счет Хилингварда очень много делает драки. Если ему умеет грамотно контролить, то... Вашь команда всегда будет фулл хп. И вы выигрываете драку, вы можете потом продолжать. Пойдется. Кстати, хорошо сыграл. Ну, первый вздохил ультимейт вайпера. Драк прыгнул в упор. Ультанул. Не знаю, хватило ли бы ему урона, если бы он ультанул бы небольшим он не слэшем. Но он решил перестраховаться. Он все равно почти не нажимает его. Объяснил, почти готов. На 25 уровне, кстати, вот много раз видел, когда берут одну секунду действия у меня слэша. Тело не заметил. Шибка. 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 Очень грубейшая шибка. А, так у него Ягис должен был пропадать через... Может, он специально впитал? А враги знаете, как могли сыграть? Могли просто его не добивать на лоу хп. Только Ягис пропадает, идет реген, и тут же Рики выпрыгнул бы, убил бы его. Там буквально 5 секунд пропажа Ягис. Если бы они могли сейчас Джаггернаун дважды оставить, если бы они сыграли лучше. Нужно разворачиваться в лицо, постоянно бить, без того, чтобы стать виновным. Даже не должны, должны, чтоб не добили. Жалко, давить не стали. Вот, по-боду он там, секунду у меня слэша, но это сомнительно, потому что почти 500 кп вам дается. Ой, что он обернулся лицом. Лицо отрывалось. Такие неущества идей должны убивать. Он на Джаггере сейчас просто доработает по вараку. Не доработал, решил добить. Тоже норм. Мог, кстати, на такой стадии уже начинает немножко даже руинить. Поэтому лучше его как можно быстрее продать, разобрать, что-то другое купить. Очередной раз прыгает по герою. У него настолько много дэмэджа в файте. И в итоге Джаггернаут с таким билдиком, вот представляете, Абисал. Ультимейт 1, ультимейт 2, который касается на огромную рейджу. Еще и Блинкс, я хочу Скрутилка, есть Хилингвард. То есть опций такого Джаггера прямо очень много. Крутилочка. Там вроде как башера не было, я не чекал за куплики. Такой он умер походу. Что, сейчас ульт будет? Ну, нет. Мам точно нажимать не стоило. Где-бы тебя бьют три героя. Хотя, может, три геница быстрее. Окей, под нафиделя. Ну, реки без ББК, кстати, убил. Тоже норм. Так, давайте пробежимся немножко по артефактам. Джаггернаут прокликивает, но я не успеваю за ним следить. О, тут такой вот интересный билд на вайпере. Я бы Каа не покупал бы. Как бы у меня это прям плохо. Нынешняя Каа такая себе. Ну и плюс вообще. Аганим плюс Йоутон нормально. Гост можно купить, а потом купить Шиво. На Магнусе. Магнус, вроде... А что это за Магнус такой? Интересный. Он же пятеркой был, да, на Магнусе? Лоу. Он же реально пятерка. Он, получается, просто на реке... С реки на линии стоял. И дал им пауэр. Он решил сам качаться. Вот эти вот 160 крипов, это примерно 80 крипов, которые я мог бы зафармить реки. И быть бы гораздо сильнее. У реки башера нет, хотя, кстати, башера в этой игре просто мастхэв, не нулик, а именно башер. Вот он поставил себе нулик, потом башер. Но за башер Джаггернаута своевременно. За башер Саппорта убить Саппорта. И за башер Джаггернаута там сквозь картилку, квапул, ну, вообще, я уже повторяюсь. Тем не менее, вы суть уловили, да? У Марса поедите, лотосорб долетает. Митер Хаммер, осуждаю. Три четвертая минута у тебя... Типа что-то, что в голове? Ты, типа, будешь стоять на 34 минуте Митера Хаммерка оставать вместо того, что банально дать две тычки? Это не стоит того, абсолютно. Лучше бы купил бы какую-то ауру. Владимир, Солар на Джаггернаута. Лотос на Джаггернаута. Ну, лотос тут посредственно. А вот Солар и Владимир очень хорошо. Глимер есть. Мереско с Гастом. Тут форсик, вот грамотно даже саппорта распорядились. Так, один покупает гос, другой покупает форс. То есть у них в команде в итоге есть два пациента на Джаггера в случае чего. Так, перейдем. Просмотр за Джаггером. Быстренько съели Тауэр. Надо отойти немножко. Баунти собрать. Магнус показывается в боте. На варде видно нас внутри сейчас Рикки и Бристлбека. Поэтому в миде можно нападать. Марсис он понимает, это просто прыгает. Нереальный пахнет. Хаммер еще и ласкинет. Нормально Рикки без ББ колбили. Уф, как хорошо это было. Купа просто лопнула. Умирана ультануеть. Найс. Рубав Дисракшн хоть еще и очень сильно бустит Марса, допустим, который с щитом бьет. Бьет физическим уроном. Почему он сейчас не стал ультовать Бристлбеку? Ну, что там и гос. Наверное, поэтому. Ну, он тонул. Мини-утой. Тоже норм. Уф, как избил. Магнус и может сейчас просто улица дынуть. Найс. И блинкаут сделать. Чтобы не получить лишний урон. Есть обица, что перемещение просто нереальное. Еще и маму в ремонте нажимаем. Типаут. Типаут. Нет. Магнуса с кюлером и нет. Нормально. Пережил. И Моншардик себе хочет еще сверху. Но это прям какой-то такой билд у него. Мужицкий. Повторюсь, ни одного сейв-айтома за счет своей мобильности, за счет того, что он РП пережил, а остальные герои его вроде как не касаются. Он чувствует себя превосходно. Моншард можно съесть, но я считаю, что Моншард будет попрофитнее, чем Аганим. Можно, в принципе, накопить на рецепт Аганима, чтобы заплюнуть его в статус. И Моншардик оставить. ХП станет поменьше, Монопула станет поменьше, но тем не менее... Опа, Абисал. Интересное решение тоже. От Бристлбека. Ну, как раз таки просто, чтобы выдавать дополнительный контроль. Он себе купил демонейдж. Мне показалось. Он просто на меня не нажимает, чтобы быстрее добежать. Неплохо. Неплохо, Магнус. Нажал. Скювер. Ну, в итоге они пережили. Клопаны жалобы КБшку. Все шикарно. Дойдало следующим слотом? Не знаю. Просто, чтобы урона было еще больше. Я бы подумал, бы даже какой-то Кираси. Может, Скади. Скади тоже неплохо. Давайте мы на плотность. Кираса еще больше армора против Престолбека Рекки. По сути, у Маги тут не пробивает. Спелл Призм. Уф. Какой бы сочный айтем для Джаггера. Представьте, Спелл Призм. Беледенец Кейп это хорошо. Бьющие люди, но перезарядка минус 20%. А у него кнопок нереальные. Было бы прям очень здорово видеть. Но он все-таки решил Дайдаус. Возможно, хочет его доформить. А возможно, стоит продать Мамп Тэшку. Пойдут на ХГ что ли? Вообще мне ХГ, чем нет. Очень хотелось Дайдаус добить. Престолбек, я не знаю, почему он всегда в такой дерьмовой позиции находится. Он вроде как, ну не бессмертный. Его можно убить. Но почему-то все выходит именно так, что команды нет. Команды спите за что вообще Престолбек все стоял на миде. Бараков нет. Ну не знаю, что он и грубейшая ошибка. Что он дефель? Там нет, кто-то тавар, нет, бараков нет. Всего отличная рпшка. Макнус говорит, я пятерка, я возьму инициативу на себя. Буду формить шматье, давать рпшки. Не выигрывать доту. Есть обисел. Ну кстати, обисел можно было не нажимать. Там еще он встанет был. Ух. Ух, просто. Через нескейп нажал, переоблил еще фонтанчик. И угол потрачен. И не успею добить. Блинка просто нажмали. Не нажмем. Нейтрал в итоге не добили. Ох, ищите игры. Ох, ищите игры. Что если не доедалось? Давайте подумаем вместе. Ну кстати, можно сильвер покупать в лейтгейме. Типа, просто нажимать сильвер, ложить в бэкпэк его, менять на какой-то слот. Ну или просто шинублейд. Сатаник, окей, айтем. Скади, окей. На такой стадии милнер не нужен. Дайдаллс просто для урона. Хорошо. Кираса не стал покупать. Скади не стал брать. Ну в принципе, его билд он оправданный. В нем есть что-то... Такое рациональное. Но мам нужно выкидывать. Мам крайне дешево, айтем. Вот и хочется что-то такое, что тебя сильно запустит. Он по сути сейчас может себе спокойно еще приобрести три айтема. Один слот вместо блинка, другой слот. Вместо мамы, третий слот. Как раз таки, когда гоним в статус, ляжет из-за покупки рецепта. То есть еще целых три айтема, еще муншард можно купить сверху. Допустим, представим, он съезжает, съедает муншард. Потом можно купить себе Скади, чтобы Бристалбек не регенялся, чтобы тебя просто монопул был больше, хп было много. Можно купить себе Сатаник. И еще один кого-нибудь дэмэшайт. Допустим, мне нравится Нулифер в этой игре. Вот почему Нулифер хорош? Потому что там очень много юлов и гостов. Давайте свободно камень немножко побегаем. Вот, там много юлов, гостов. Раз юл, два юл. Тут просто форсик. Вот тут гост. То есть три артефакта, которые не будут работать против Джиггерна Аута Ультимейта. Просто будет держать Нулифер на героя. Сказать. До свидания, Юльчик. Интересный закуп на подме. Тоже решил кирировать эту игру. Так и Магнус. Магнус почти рефреш купил. Жестко. Нинжагир. Наверное, поприятнее, потому что он дает тебе МС. 30 к скорости передвижения, учитывая, что ты ботинок скипнул. Вообще, я считаю, что вот до четвертого тира один из самых лучших айтемов на керри это Спайдер Лекс. Он заменяет ботинок, почему дает больше МСа, чем ботинок. Вот. А в салт-бук просто кладите себе какой-нибудь сытань. Иди, пара. Что-то из дорогих айтемов. Соответственно, такая вот компенсация происходит. Как бы ботинок у вас лежит в слоте нейтральном. И, по сути, любой нейтральный предмет, даже из четвертого тира, он хуже, чем один полноценный айтем там за 5-6 тысяч. Громотно выбранный. Все, муншардик есть. Сейчас будем смотреть контент. Включим на заме игрока. Чтобы из представительства, сейчас урона будет Тейдаус, муншард. Мом еще можно подрубать. Вон там, четвертую часть хп. Ну, не четвертую часть хп. Выйбил вайпер просто за один тык. Ух, туда можно ультануть отчеты. Там, Магнус с вайпером стояли. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Сейчас, что с уроном, говорится. Есть Абисал. Ультракелл с крыселем. В общем-то, этим пиком, как оказалось, потому что игр на вот играть стало сложно. Сыграл он очень даже неплохо. Дэмэджа просто космическое количество. Сейчас мы с вами посмотрим еще по статистику. Вот я вот тоже джагера типнул. Я очень люблю, когда игрок придумает что-то новое и при этом под себя не ходит. А показывает красивое доту. 700 гпм-чика похилил команду еще на 17 тысяч и нанесен на урон 61 тысяч. Даже близко никого нет. Он опережает квапу почти в два раза. Марса. Бристалбэк, который вроде как там колючками очень много домашил. Ну, Джаггернаут заслил эту игру. Вокруг него просто бегали тиммейты Станнили, Спейселя. Вот он выиграл доту. Ну, собственно, все. Статистика на ваших экранах. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Будем ждать возвращения Сереги. Сегодня встали нового для вас записал Кателлу. Оцените ее классом. Любой комментарий напишите, чтобы было приятно, чтобы ролик продвигался. Всем пока. Пока.